Уважаемые коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен очень важной и актуальной теме. Наверное, по этой теме получаем мы больше всего вопросов, поэтому мы решили посвятить ей отдельный вебинар. И я надеюсь, что будет интересно, познавательно. Ну и если что-то останется непонятным, то в конце я вам расскажу, как получить ту информацию, которую вы недополучили. Ну что же, сегодня говорим с вами о преаналитическом этапе бактериологического исследования. Давайте для начала в целом я напомню о том, из чего складывается лабораторное исследование. Ну, безусловно, все начинается с выбора и назначения исследования пациенту. Далее происходит взятие биоматериала, его доставка в лабораторию. В лаборатории уже непосредственно происходит исследование биоматериала. И далее получаем результат и отправляем его доктору. И доктор его интерпретирует, исходя из полученных результатов, принимает решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Все эти пункты можно объединить в определенные подгруппы. Значит, первые три пункта у нас относятся к тому самому преаналитическому этапу, о котором мы сегодня с вами будем говорить максимально подробно. Аналитический этап – это, собственно, то, что мы делаем в лаборатории с полученными пробами, проводим исследования. И получение результата его интерпретации относится уже к заключительному постаналитическому этапу. Безусловно, все эти этапы очень тесно связаны между собой. И не только последовательно, но и во всех направлениях. То есть преаналитический этап влияет на постаналитику, не только на аналитику. Аналитический этап, соответственно, напрямую влияет на постаналитику. Поэтому рассматривать, конечно, все это изолированно неправильно, да, но важно помнить о том, что все эти моменты должны быть учтены и, в общем-то, соблюдены все правила, которые относятся к каждому из этих этапов. Что же такое преаналитический этап? Собственно, это комплекс процессов и действий, осуществляемых от момента назначения лабораторного исследования до начала выполнения анализа непосредственно в лаборатории с использованием лабораторного оборудования. И основная цель преаналитического этапа состоит в том, чтобы обеспечить стабильность тех компонентов биоматериала, которые мы, собственно, хотим исследовать, и в итоге свести к минимуму влияние различных факторов на конечный результат. Почему же так важно говорить именно про преаналитический этап? И, собственно, почему мы решили посвятить этому отдельное мероприятие? Дело в том, что доля ошибок, которые приходятся на преаналитический этап, составляет более половины всех ошибок. То есть, как вы видите на слайде, да, это от 46 до 68% всех ошибок по литературным данным. При этом, для сравнения, на аналитическом этапе доля ошибок не превышает 20%. Значительную часть ошибок преаналитического этапа можно связать с тем, что, в общем-то, не хватает здесь стандартизации, и, с другой стороны, имеет место, конечно же, человеческий фактор, то есть даже те стандарты, которые есть, могут быть проигнорированы персоналом, и, соответственно, дальнейший ход исследования, в общем-то, встает под вопрос. Вследствие ошибок преаналитического этапа, по различным данным, до 6% пациентов получают неправильное лечение, и почти 20% пациентов проходят ненужные дополнительные обследования. Ну, как микробиологическое исследование, как и любое другое лабораторное исследование, да, имеет, в общем-то, такие же этапы, вот, и преаналитический этап микробиологического исследования, он также начинается с приема пациента врачом и с назначения необходимых лабораторных исследований. На что хочу обратить внимание ваше, да, что преаналитика, на самом деле, это не только взятие биоматериала и доставка его в лабораторию, там, в правильном температурном режиме и в правильном контейнере. То есть преаналитика начинается уже с того момента, когда врач принимает решение о том, как он будет проводить именно исследование. Вот, соответственно, после того, как врач определился с лабораторным исследованием, он должен заполнить обязательно направление на исследование, ну, об этом я еще немного скажу позже. Далее, пациенту необходимо обязательно предоставить инструкции о том, как правильно подготовиться, потому что, ну, помимо того, что врач должен или медсестра должны правильно осуществить технику взятия, но пациент, конечно, должен также со своей стороны выполнить определенные процедуры. И обо всем об этом он узнает из инструкции. Такие инструкции мы готовим, передаем их специалистам для того, чтобы они могли правильно проинформировать своих пациентов. Ну, далее следует непосредственно взятие проб. По этой части также мы разрабатываем информационные материалы, инструкции для специалистов. Ну, и, конечно, заключительный этап – это доставка биоматериала в лабораторию, где, собственно, будет проходить исследование. На что хочу здесь обратить наше внимание? Что, конечно же, врачи-бактериологи не имеют права контактировать с пациентом, и поэтому они не участвуют в, собственно, процессе взятия материала, в процессе подготовки. То есть помимо того, что мы предоставляем информацию, мы, к сожалению, никаким образом больше не можем здесь повлиять на преаналитический этап. Соответственно, от того, насколько клиницисты и средний медицинский персонал и врачи неукоснительно соблюдают правила при аналитике, о которых лаборатория их информирует, соответственно, будет зависеть и то, как дальше будет происходить исследование. И если все правила соблюдены, то тогда врач-бактериолог может продемонстрировать все свои знания, все свои умения и в итоге выдать вам максимально информативный, качественный результат, который вам поможет правильно дальше назначить терапию, если это необходимо. Существуют так называемые 5П правильной преаналитики. Это правильный пациент, правильный биоматериал, правильное исследование, правильная техника взятия и правильная транспортная среда. Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно. Правильный пациент. О чем это? Этот постулат о том, что должно быть показанием к проведению микробиологического исследования. Конечно, в первую очередь это наличие признаков бактериальной инфекции. Здесь я бы хотела напомнить о том, что возбудителями инфекции человека могут быть не только бактерии, это могут быть и грибы, и простейшие, и вирусы. Соответственно, для исследования культуральным методом, то есть это также мы его называем бактериологическое исследование, или же посев, объектом поиска будут являться в первую очередь истинные бактерии. Это грамм положительные, грамм отрицательные, коки, палочки и так далее. То есть то, что вот идет в первом блоке на данном слайде. Также при культуральном исследовании мы можем получить рост грибов, дрожжевых и плесневых. Для поиска атипичных бактерий классическое культуральное исследование может быть неинформативным, потому что эти микроорганизмы требуют специальных условий культивирования. И, в общем-то, для части из них, например, для холомидии, для мекоплазм, бактериологическое исследование методом посева, оно имеет низкую клиническую значимость, потому что занимает очень много времени. И гораздо более информативными здесь будут другие методы, в частности, метод ПЦР. Конечно же, простейшие и вирусы не являются объектом бактериологического исследования. Для обнаружения этих возбудителей должны быть применены совершенно другие методы. Ну, соответственно, чуть позже еще тоже я про это скажу. Прежде чем выбирать бактериологическое исследование, доктору необходимо представлять хотя бы в общих чертах основных возбудителей той или иной инфекции в той или иной локализации, чтобы при потенциальной вирусной инфекции не назначить посев, который даст отрицательные результаты и, соответственно, ничем не поможет. Следующее показание – это так называемое подозрение на бактериальную инфекцию. Что, собственно, здесь важно? В данном случае речь идет о тяжелых состояниях у пациентов, когда могут быть различные клинические проявления, но при этом биоматериал, например, очень трудно получить. И это касается, например, спинномозговой жидкости. И если берется такой биоматериал, и даже, казалось бы, может быть, и нету бактериальной инфекции, но лучше сразу эту пробу разделить на части и отправить ее в том числе в баклабораторию, чтобы в случае того, что если по другим данным все-таки будет подозрение на бактериальную инфекцию, то посев уже будет сделан, и не нужно будет второй раз брать биоматериал. То же самое относится, например, к диагностике сепсиса, то есть когда нам необходимо сделать исследование крови на стерильность. То есть здесь лучше перестраховаться и сразу направить биоматериал в баклабораторию. Еще одна ситуация, когда может быть показано микробиологическое исследование, это называют вероятностью бактериальной инфекции, но на самом деле здесь речь идет больше про эпидемиологию. То есть это ситуации, когда в клинике или в каком-то отделении необходимо провести общую оценку микробного пейзажа, посмотреть, какие микроорганизмы составляют вот эту самую внутрибольничную флору, обнаружить, может быть, какие-то полирезистентные штаммы, провести оценку эффективности дезинфекционных мероприятий. И, соответственно, это тоже может быть показанием для проведения бактериологического исследования, но это будет уже не диагностика для конкретного пациента, это будет именно оценка микробного пейзажа. И когда проводятся исследования именно с этой целью, то здесь важно, во-первых, отделять этот поток проб, и чтобы лаборатория знала, что исследование проводится именно по этому показанию, и учитывала эти результаты отдельно. И с другой стороны, также нужно сразу понимать, что вы будете делать, получив, например, положительный результат. То есть, допустим, у пациентов, находящихся в отделении реанимации, взяли на исследование различные виды биоматериала вот с целью оценить микробный пейзаж. И вдруг получили рост в высокой степени какого-то микроорганизма, и при этом у пациента, например, может и не быть признаком инфекции. То есть, скорее всего, в данном случае имеет место колонизация. И прежде чем принимать решение о том, что делать с этим пациентом, какую тактику выбрать, нужно провести общую комплексную оценку его состояния и понять, действительно ли у него инфекция, и тогда назначать антибактериальную терапию. Или же это просто колонизация, потому что он находится в этом отделении долгое время, контактирует с флорой. И при этом на данный момент у него нет показаний для проведения антибактериальной терапии. И, собственно, в этом случае назначать ее, конечно же, не нужно, потому что это будет только способствовать распространению резистентности внутрибольничной флоры. Следующий момент – это правильный биоматериал. Ну, здесь, скажем так, основной посыл состоит в том, что биоматериал для бактериологического исследования должен быть получен из очага инфекции. То есть материал должен быть показательным, должен быть информативным, и тогда результат, соответственно, вы получите адекватный и также информативный и полезный для дальнейшей работы. Ну вот здесь приведены основные такие примеры, да. Например, при инфекции нижних дыхательных путей адекватным материалом будет, конечно же, мокрота, эндотархиальный аспират, бронхоальвеолярный лаваш. Также это может быть плевральная жидкость, если есть признаки плеврита, и кровь, если есть признаки сепсиса. Вот здесь хотелось бы тоже такой привести небольшой пример. Одна из частых ошибок и один из частых вопросов. Если у пациента предполагается инфекция нижних дыхательных путей, то есть, например, пневмония или бронхит, нецелесообразно проводить исследование мазков из ротоглотки или из носа. То есть здесь совершенно другая интерпретация, совершенно другие могут присутствовать микроорганизмы, и, соответственно, результат будет просто непоказательным. То есть то, что та микрофлора, которую мы обнаружим, например, в выделяемом ротоглотке, может совершенно не означать, что такая же микрофлора присутствует в нежележащих отделах, и что она является каким-то возбудителем. И тоже еще приведу пример из нашей практики, из лаборатории. Пациент с наличием гиперплазии предстательной железы обращается в лабораторию с направлением от врача, и в направлении указано, что пациенту необходимо сдать отделяемое уретра на пассив. Соответственно, мы понимаем, что если у пациента присутствует бактериальная инфекция в предстательной железе, то информативным в данном случае биоматериалом следует все-таки считать секрет простаты. Да, его, конечно же, сложнее получить, это более неприятная процедура для пациента, но исследовать отделяемое уретра в данном случае совершенно нецелесообразно, потому что в уретре может присутствовать в норме различная микрофлора, и при проведении исследования отделяемого уретры, конечно же, врач будет понимать, что тот или иной микроорганизм совершенно не является возбудителем, например, уретрита, и не будет работать с этим микроорганизмом. А получив тот же самый микроорганизм из секрета простаты, уже будет совершенно другой подход и другая интерпретация. Поэтому еще раз напоминаю, что очень важно получить биоматериал из очага инфекции. Теперь переходим, собственно, к выбору исследования. Правильно. Что означает правильное исследование и как его выбрать? Здесь, на этом слайде, я привожу структуру исследований, которые выполняются у нас в инвитровой лаборатории микробиологии. Эти исследования можно условно подразделить на три большие группы. Это микроскопия, это так называемые пассивные тесты и антигенные тесты. Ну, микроскопические исследования – это исследования мазков из различных локализаций. Ну, конечно, основную массу составляют мазки из органитального тракта. Ну, также могут быть исследованы и другие виды биоматериала, и раневое отделяемое, и мокрота, и многое-многое другое. Важно понимать, что данное исследование не является общеклиническим, и оно не заменяет цитологическое исследование. Метод окраски в данном случае применяется по грамму. И основной показатель, который оценивается при этом исследовании, это, конечно же, микрофлора. Ну, помимо микрофлора мы также смотрим и на ликоцитарную реакцию как признак воспаления. Наличие эпителиальных клеток оценивается больше с точки зрения правильности взятия биоматериалов. Это касается, например, исследования мокроты. Там очень важно оценить именно эпители, эпители, потому что при неправильном сборе мокроты эпители будет много. Это будет означать, что материалом является на самом деле не мокрота, а слюна. То есть ориентируясь на наличие и количество эпители, мы понимаем, насколько правильно произведен забор биоматериала. Ну и, соответственно, получив такой результат, доктор тоже может понять, что исследование было проведено, точнее, взятие биоматериала было проведено неправильно, и все остальные показатели в этом анализе также могут быть поставлены под сомнение. Микроскопическое исследование помогает нам в диагностике, например, таких состояний, как бактериальный вагеноз, кандидозный вагенит. Также при этом исследовании могут быть выявлены трихомонады, и может быть описано наличие грамотрицательных диплококов, которые нам указывают на возможную гонококковую инфекцию. Соответственно, на основании результатов микроскопического исследования, который является, по сути, скринингом, уже может быть принято решение о назначении других тестов, в частности, посева. Посевные тесты, которые выполняются у нас в лаборатории, также можно разделить на три подгруппы. Это посев на микрофлору, то есть такие общие обзорные исследования, направленные на обнаружение основных, преимущественно неспецифических, то есть условно-патогенных возбудителей различных инфекционных процессов. Эти посевы не включают в себя обнаружение вирусов, хламидии, мекоплазм, то есть тех микроорганизмов, которые требуют особых условий культивирования. И также в посеве на флору мы можем не описывать нормальную флору. То есть, например, выделяемое влагалище, мы можем увидеть лактобактерии, но если мы видим при этом рост каких-то более значимых микроорганизмов, то на лактобактерии, конечно, мы никакого внимания обращать не будем. Следующая группа – это так называемые целевые тесты, то есть посев на определенный вид микроорганизма. Это может быть посев на золотистый стафилококк, это может быть посев на стриптококк группы B у беременных женщин, также на менингококк, на гонококк, то есть на определенный микроорганизм. В основном, конечно, такие исследования предназначены для различного рода профилактических медицинских осмотров, и результат содержит информацию только о конкретном микроорганизме, есть он там или нет. Ну, соответственно, чувствительность также может быть определена в зависимости от того, какой выбран формат теста. Но даже если в таком исследовании мы видим рост каких-либо других микроорганизмов, которые не являются целью этого анализа, то, соответственно, мы их в результате не будем указывать. И третья группа пассивных тестов – это исследования на дисбактериоз или на биоциноз. Вот как раз в данном случае описывается в том числе и нормальная микрофлора, и условно-патогенные, и патогенные, то есть полный-полный спектр тех бактерий, которые могут вырасти посеве. В результатах таких исследований также приводятся референсные значения, то есть это как раз связано с тем, что данные исследования имеют некую нормативную базу, то есть мы можем не просто провести исследование, но и дать какое-то заключение. А вот, например, исследование биоциноза кожи или полости рта, что, в общем, периодически у нас запрашивают, мы не проводим именно потому, что в этой части не существует каких-то стандартов, каких-то нормативных документов. То есть исследовать, конечно, можно, но вопрос оценки, он, в общем, остается открытым. Поэтому на данный момент мы такие исследования считаем нецелесообразными и в свое тест-меню не включаем. Ну и в завершении вот этой части про выбор исследования скажу еще про то, что у нас в лаборатории микробиологии выполняются антигенные тесты. Это исследования методом иммунохроматографии, которые направлены на обнаружение в пробе определенных белковых компонентов, антигенов, различных возбудителей. В данном случае как раз-таки может быть обнаружен антиген не только бактериальные, но и вирусные. Поэтому достаточно большую часть антигенных тестов у нас составляют исследования на аденовирусы, риновирусы, ротовирусы. То есть такие достаточно распространенные вирусные возбудители. Но этот тест качественный, соответственно, информация дается в формате обнаружено-не обнаружено. И поскольку в этом случае мы не имеем дела с чистой культурой возбудителя, то здесь, конечно, никакой чувствительности к препаратам речи не идет. Помимо, собственно, самих видов исследований, также хочу отметить, что у нас предусмотрено несколько форматов проведения бактериологических исследований, которые отличаются между собой в зависимости от того, определяется чувствительность к антибиотикам или нет. И если определяется, то тоже в каком спектре. Существуют тесты без определения чувствительности. Это как раз-таки те самые целевые посевы, например, на золотистый стафилококк, которые часто могут назначаться в рамках каких-то профилактических осмотрах, при подготовке к госпитализации или перед детским садом. То есть в данном случае, в принципе, высока вероятность того, что результат будет отрицательным. И, в общем, переплачивать особого смысла нет. Далее. Из посевов, в которых определяется чувствительность, есть вариант со стандартной антибиотикограммой, который показан для пациентов, которые не страдают хроническими инфекциями, которые за последние три месяца не проходили лечение в стационаре, которые не получают какую-то длительную антибактериальную терапию. То есть для среднестатистического амбулаторного пациента, который обратился впервые, например, за долгое время с признаками какого-то инфекционно-воспалительного процесса. Также есть исследования со стандартной антибиотикограммой и с определением чувствительности к бактериофагам. В принципе, показания к назначению этого исследования аналогичны предыдущему. И также формат с расширенной антибиотикограммой, который показан для пациентов как раз-таки с хроническими инфекциями, для пациентов, которые в настоящее время находятся в стационаре или проходили стационарное лечение в течение последних двух-трех месяцев. То есть для пациентов, у которых очень высока вероятность того, что у них в организме присутствуют полирезистентные штаммы. И стандартный спектр антибиотиков, скорее всего, то есть ко всем стандартным антибиотикам, скорее всего, уже будет устойчивость. Теперь хочу привести еще один пример из клинической практики, который касается правильного выбора биоматериала и правильного назначения исследования. Пациент был направлен врачом-отоларингологом и был проконсультирован также диабетологом на бактериологическое исследование в связи с гнойной раной, которая возникла у него после операции по удалению зуба. При этом оформлен посев отделяемого ротоклотки и заказан, соответственно, тест, посев на флору из отделяемого верхних дыхательных путей. При этом в комментариях к заказу указано, что пациент просто проходит обследование. То есть никакой клинической картины, никакого диагноза, никакого подозрения на диагноз указано не было. В результате мы получаем рост стрептокока группы Вириданс. Это представитель нормальной флоры ротоклотки. Данный микроорганизм не является возбудителем инфекции верхних дыхательных путей. То есть он не может вызывать ни танзелит, ни ларингит. Соответственно, в данном случае мы расцениваем его как представителя нормальной флоры. И по стандарту мы не определяем в данном случае чувствительность к антибиотикам. Это связано с общей концепцией сдерживания антибиотикорезистентности, то есть чтобы не способствовать назначению неадекватной антибиокатериальной терапии. Мы получили вот такой результат. И, соответственно, после этого пришла обратная связь, что данный результат вызывает, в общем-то, неудовлетворение у лечащего врача, потому что есть проблема, да, и он не может подобрать лечение. И, собственно, в ходе разбора данной ситуации мы выясняем, что на самом деле у пациента имела место раневая инфекция, что эта рана была в месте удаления зуба. И, соответственно, неправильно оформлен биоматериал, неправильно оформлен тест. Вот. И, собственно, дальше анализируя ситуацию, мы можем установить, что работая с отделяемым верхних дыхательных путей, в частности, с мазком из ротоглотки, мы ищем стрептокоп-пневмония, то есть невмокоп в простонародье, немофильную палочку, марокселлу, золотистый стафилокоп, пиогенный стрептокоп. Также может иметь значение энтеробактерии или неферментеры. Соответственно, эти микроорганизмы в случае данного пациента не были обнаружены. Ну и, соответственно, получен рост микроорганизма, который расценен как нормальная микрофлора. При этом, работая с тем же биоматериалом, но исходя, если бы мы знали о том, что это раневое отделяемое, а не слизистые ротоглотки, то, соответственно, мы должны были бы искать анаэробы, мы должны были бы искать актиномицеты, спирохеты, ну, тот же самый золотистый стафилокоп. И здесь очень важный такой момент, что в случае инфекции, именно связанных со стоматологической практикой, стрептококи группы Вириданс уже имеют гораздо большее значение. Например, стрептокок, извините, Мутанс известен как один из этиологических агентов Кориса. Вот, соответственно, уже зеленящий стрептокок в такой ситуации, он бы не был расценен как нормальная микрофлора. Что, собственно, вот мы видим дальше. Возбудителями инфекций верхних дыхательных путей в более чем 90% случаев являются вирусы. Поэтому отсутствие роста бактериальных возбудителей на самом деле более чем ожидаемый результат в этом случае. И бактериологическое исследование, как правило, исключает бактериальную инфекцию и дает информацию о том, что ищите вирусы. Что касается раневого инфекции, то, безусловно, работая с материалом из раны, мы помимо стандартного исследования на возбудители, которые растут в обычных условиях, мы бы также порекомендовали исследование на анаэробы, потому что именно в полости после удаления зуба может как раз присутствовать анаэробная флора. Соответственно, исследование раневого отделяемого под видом отделяемого верхних дыхательных путей, то есть неправильный выбор биоматериала и неправильное оформление теста привело к тому, что результат оказался совершенно неинформативным и привел к недовольству у врача и у пациента. Еще один важный этап преаналитического этапа – это как раз-таки заполнение направления на исследование. Независимо от того, ведете ли вы, заполняете ли вы направление в бумажном виде или вы работаете в медицинской информационной системе, которая позволяет передавать данные из истории болезни в лабораторную информационную систему. Это, в общем, не имеет принципиального значения. Самое главное, что мы должны максимально лабораторию информировать о том, что, собственно, с пациентом происходит, почему ему назначен посев, какие у него есть клинические проявления. Возможно, он принимает какие-то препараты. Все это необходимо знать в лаборатории для того, чтобы корректно провести исследование, корректно интерпретировать результат и, собственно, принять правильное решение о том, как поставить чувствительность. И хочу отметить, что требование относительно направительных бланков, это не является уникальным требованием нашей компании. Это требование, которое описано в приказе Минздрава номер 464. Этот приказ называется «Правила проведения лабораторных исследований» и в нем есть приложение номер 5, которое называется «Правила проведения микробиологических исследований». Поэтому этот документ, он есть в открытом доступе, вы можете самостоятельно с ним ознакомиться и убедиться в том, что это действительно, в общем-то, адекватные, правильные требования, которые предъявляются ко всем участникам диагностического процесса. Теперь поговорим о правилах техники взятия биоматериала. Безусловно, существуют моменты, которые специфичны, например, для определенных локусов, для определенных видов биоматериала. На данном слайде представлены общие обобщенные требования, которые справедливы абсолютно во всех случаях. Первым и очень важным постулатом является то, что бактериологическое исследование необходимо проводить до начала лечения антибиотиками и применения каких-либо других средств, которые могут оказывать противомикробное действие. И в тех случаях, если такой возможности нет, то, соответственно, брать биоматериал необходимо перед очередным приемом или введением препаратов. То есть в тот момент, когда от предыдущего приема уже прошло достаточно времени и концентрация его стала минимальной. На что здесь хотелось бы обратить внимание. Помимо очевидных лекарственных препаратов с антимикробной активностью, существуют также препараты и растительного происхождения, которыми пациенты могут часто пользоваться самостоятельно и даже об этом не сообщить на приеме. И к таким, кстати, относятся, например, употребление клюквенного сока при инфекциях мочеводящих путей. То есть пациент может даже не считать, что он что-то использует, какие-то средства, которые могут повлиять на результат. Поэтому очень будет правильно, если вы активно поинтересуетесь помимо таблеток, что еще пациент использует. В тех случаях, когда мы хотим провести исследование в целях контроля ранее проведенного лечения, то следует выдержать интервал 12-14 дней после приема последней дозы и только после этого уже брать материал на исследование. Также не рекомендуется проводить бактериологическое исследование у женщин в период менструального кровотечения. Если проводится гинекологический осмотр, то мазки на посев необходимо брать до проведения мануального исследования. Ну, также, как я говорила, материал должен быть получен непосредственно из очага инфекции. При этом тоже хочу обратить внимание на исследование, например, гнойного отделяемого. Это тоже один из очень частых вопросов и частых причин для получения такой недугоприятной обратной связи, что явный гной роста нет. Вот здесь нужно понимать, что гной в чистом виде на самом деле не является адекватным биоматериалом для исследования, потому что в нем уже могут отсутствовать жизнеспособные бактерии. Они уже будут поглощены лейкоцитами, разрушены, соответственно, росту микрофлоры мы не получим. Поэтому при исследовании раневого отделяемого рекомендуется брать пробу в пределы жизнеспособных тканей, чтобы действительно никакого не было вот этого детрита, чтобы мазок действительно был информативным. Что касается техники взятия, еще хочу обратить внимание на то, что в общем и целом не рекомендуется брать пробы на цитологическое и бактериологическое исследование ПЦР в один день. Это связано с тем, что происходит потеря качества материала. В каждом образце концентрация бактерий может снижаться и, соответственно, тоже будет получен некорректный результат. Поскольку считается, что большая часть информативного биоматериала попадает в первую пробу, то все-таки, если есть необходимость сразу взять несколько анализов, вообще рекомендуется в любом случае не больше двух, то есть, например, посев и ПЦР, посев и цитология, посев и микроскопия. То есть оптимально. То есть брать на три и более уже совершенно точно не следует. Если берется проба на два исследования, то первую пробу необходимо направить на посев, то есть чтобы туда попало максимальное количество жизнеспособных бактерий. Теперь давайте поговорим про следующую П правильной преаналитики. Это правильная транспортная среда. Хочу сделать небольшой обзор тех расходных материалов, которыми предлагаем пользоваться мы, которые были валидированы у нас в лаборатории, которым мы доверяем и с которыми мы давно и успешно работаем. Начнем мы с транспортных систем для бактериологического исследования мочи. На сегодняшний день здесь, наверное, у нас самое большое разнообразие. До недавнего времени основным контейнером для бактериологического исследования мочи была система УрисВАП, которая представляла собой вот такую вот губку, пропитанную консервантом с борной кислотой. Но, к сожалению, данная транспортная система была снята с производства, и мы были вынуждены перейти на другие виды пробирок для исследования мочи. В частности, сейчас одним из основных видов расходных материалов для мочи является пробирка с борной кислотой, вот такой вот формат, объемом 10 мл. В этой пробирке у нас консервант борная кислота, и данный вид пробирок обеспечивает преаналитику не более 24 часов. Соответственно, такими пробирками мы предлагаем пользоваться только тем клиентам, которые успевают доставить биоматериал до лаборатории в пределах 24 часов. Для тех клиентов, у которых преаналитика занимает больше 24 часов, соответственно, предлагаются другие транспортные системы. Это могут быть либо пробирки Сарштетт, либо пробирки Бектен-Диккессен. У них также консервантом является борная кислота. Безусловно, они различаются между собой по формуле, но основной компонент – это борная кислота. Эти пробирки и одного, и другого производителя представлены в двух объемах, и абсолютно в этом смысле никакой разницы нет. Самое главное – соблюсти соотношение с консервантом. То есть моча должна быть набрана до метки, которая есть на этикетке пробирок. Тогда, в общем, все будет благополучно. Теперь хочу тоже обратить внимание на те виды пробирок для мочи, которые категорически не подходят для бактериологического исследования. Это пробирки с желтой крышкой и с красным кольцом. Здесь, может быть, не очень четко видно, но в жизни оно красного цвета. И на пробирках есть маркировка, что там содержится консервант, который называется стабилур. Данные пробирки могут быть использованы для общего анализа мочи, но для бактериологического исследования они не подходят, потому что мы не знаем, как данный консервант влияет на жизнеспособность бактерий. И, соответственно, мы не можем быть уверены в том, что он не подавляет их рост, и, соответственно, мы не получим вложенный отрицательный результат. Аналогичная ситуация с пробирками, вот с такой пестрой крышкой. Здесь консервантом является борная кислота, но тоже мы не знаем точно, какая формула, и не знаем о ее влиянии на бактерии. Поэтому, когда мы получаем пробы на посев мочи в пробирках такого типа, мы, к сожалению, вынуждены их браковать, потому что не можем гарантировать корректные результаты. Теперь транспортные системы для посева других видов биоматериала. Ну, наверное, одна из самых наших таких известных позиций это пробирки с транспортной средой АМИЭС или ЭИМС. Они представлены в трех видах с розовой, с оранжевой и синей крышкой. Важно, что внутри этих пробирок транспортная среда абсолютно одинаковая. И для жизнеспособности микроорганизмов она имеет абсолютно одинаковые характеристики. Отличия состоят только в виде аппликатора. Соответственно, использовать необходимо тот контейнер, у которого более подходящий для ваших целей аппликатор. То есть для более узких полостей необходимо выбирать тот контейнер, у которого более тонкий аппликатор. Но еще раз говорю, что между собой в целом все эти контейнеры они взаимозаменяемы, потому что транспортная среда одна и та же. Что здесь важно? Есть пробирка с синей крышкой, у которой самый тонкий аппликатор. И этот аппликатор позволяет брать биоматериал из труднодоступных локусов, в частности из носоглотки, при исследовании на менингокок. И в тех случаях, когда мы получаем мазок на менингокок в какой-либо другой пробирке из этих трех, например, с розовой или с оранжевой крышкой, то мы уже априори делаем вывод о том, что корректно взять биоматериал было невозможно, потому что у этих пробирок другой аппликатор. Соответственно, мы забракуем такую пробу, но не по принципу неправильного выбора транспортной среды, а по принципу неправильного выбора аппликатора. Вот это надо обязательно учитывать и лучше лишний раз переспросить и уточнить, если вдруг там на месте не хватает каких-то расходных материалов. Следующая наша транспортная система предназначена для исследования фекальных образцов. Это пробирки с средой Кэри Блэр. Это другая транспортная среда. У нее, соответственно, другие цели. Она должна препятствовать избыточному размножению кишечной микрофлоры, потому что очевидно, что фекальные образцы – они наиболее богатые флорой. И здесь важный момент в том, что пробирку с средой Кэри Блэра мы не должны путать с пробирками, которые содержатся в среду Эймса. То есть они между собой, вот эти две транспортные системы, не являются взаимозаменяемыми, и, соответственно, в этом случае также возможна выбраковка образцов. Еще несколько слов про такие специфические транспортные системы. Это флаконы, которые используются для исследования на микоплазму, и флаконы для посева крови на стерильность. И в том и в другом случае это не самостоятельные транспортные системы, это часть аналитической системы в целом. То есть если брать флаконы на микоплазму, то они идут вместе с набором реагентов для посева и чувствительности. Вот такие вот пластины используются. И в том случае, если мазок взят в флакон другого производителя, то, соответственно, с этой диагностической системой среда другого производителя, она может быть несовместима. И результат может быть искажен. Поэтому при использовании флаконов, не соответствующих нашей тестовой системе, соответственно, материал бракуется. Что касается флаконов для посева крови. Это также часть аналитической системы. То есть эти флаконы, после того, как они приходят в лабораторию, устанавливаются в специальный анализатор. Соответственно, флаконы других производителей могут иметь другую геометрию. И в этот прибор они не могут быть установлены. Соответственно, в этом случае, поскольку кровь у нас считается невосстановимым биоматериалом, мы образцы крови, конечно, стараемся по максимуму не браковать. Но исследование уже будет проведено ручным методом, который будет более длительным и, может быть, даже менее точным. Поэтому здесь очень важно тоже, если какие-то сомнения есть, предварительно с нами надо проконсультироваться. Ну и уже подходя к концу вебинара, хочу рассказать вам про несколько очень полезных информационных ресурсов, которыми пользуемся мы в своей работе. И очень рекомендуем пользоваться всем врачам, всем клиницистам. Потому что, на самом деле, изначально эти информационные ресурсы, они созданы именно для вас. Ну, во-первых, это, конечно же, клинические рекомендации Министерства здравоохранения. В поисковике очень легко находится рубрикатор клинических рекомендаций. И там, по ключевым словам, в строке поиска также можно найти по тем или иным нозологиям клинические рекомендации. Но, к сожалению, не по всем нозологиям клинические рекомендации разработаны. Но те, которые есть, они, безусловно, вам в помощь. И очень-очень интересный и полезный ресурс, который называется АМР-хаб, разработанный в Смоленске научно-исследовательским институтом антимикробной химиотерапии. То есть это наша российская разработка, наши ученые сделали. Это целый сборник различных онлайн-справочников, которые позволят вам найти ответы на очень-очень многие вопросы для своей повседневной работы. Вот он такой имеет логотип. Тоже очень легко находится в поисковике. Расскажу вам более подробно про справочник АМР-бук. Это справочник онлайн. То есть через браузер легко открывается, все ищется. Но также здесь есть различные варианты приложений на телефон. Я сама не пробовала, но мне кажется, что это в практической работе тоже будет очень полезно, если поставить такое приложение. Что вы здесь найдете? Здесь вы найдете справочник, соответственно, по инфекциям различных локализаций. Внутри каждого справочника есть еще вход справочники. Например, вот здесь я сделала такой небольшой скрин. Цистит, острый, неосложненный. Здесь вы найдете, во-первых, основные возбудители подозреваемые. То есть здесь мы видим, что это в основном все в ней. Не в основном, а это только бактерии. Вот здесь же вы найдете рекомендации по эмпирической терапии, первого выбора и альтернативные препараты. Соответственно, вот о чем я говорила в самом начале. Если вы, предполагая определенный диагноз, зайдете в этот справочник и найдете основных возбудителей, то вы уже сразу сможете предположить, имеет смысл здесь бактериологическое исследование заказывать или все-таки лучше отдать предпочтение ПЦР. То есть если здесь вы увидите вирусы, то сдавать на посев имеет меньшую ценность. Следующий момент. Также по каждому из препаратов. Здесь же вы найдете, во-первых, небольшую справку про его активность. И, точнее, про фармакокинетику, показания к применению, различные нежелательные реакции. То есть то, что в общем инструкция к препарату, можно также найти. И здесь же к этому препарату вы найдете список микроорганизмов, в отношении которых он обладает или не обладает активностью. То есть мы здесь открыли препарат Астреанам. Вот, пожалуйста, выпал список микробов. Соответственно, зелененький – это значит, что с большей вероятностью будет эффективность. Красный означает, что эффективности не будет никакой, потому что либо природная резистентность, либо этот микроорганизм в процессе взаимодействия с препаратами полностью утратил чувствительность, то есть сформировалась приобретенная резистентность. Но так или иначе применять его нет смысла. Если нажать на эти условные обозначения, красный, желтый, зеленый, то, соответственно, тоже откроется вот такая вот подсказка, которая вам подскажет, что, например, Астреанам в отношении кишечной палочки обладает удовлетворительной активностью, которая подтверждена клиническими данными, но при этом важно учитывать также местную ситуацию с антибиотикорезистентностью. И на этот вопрос вы найдете ответ также на ресурсе АМРХаб в карте антибиотикорезистентности, которая поддерживается в постоянном актуальном состоянии, и она именно характеризует ситуацию с резистентностью в Российской Федерации в различных регионах. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Очень-очень много полезного вы найдете. Ну и в заключении хочу тоже представить вам информацию по нашей горячей линии для врачей. Здесь у нас работают специалисты, которые, ну, они сами не являются сотрудниками лаборатории, но у них очень большая тоже база знаний, они могут ответить на большинство ваших вопросов, потому что уже кто-то когда-то такие вопросы задавал, у нас уже накоплены материалы для ответов на различные ситуации. Но в тех случаях, если специалисты самостоятельно не могут дать ответ, то они всегда привлекают нас, сотрудников лаборатории, и мы совместными усилиями всегда готовы прийти вам на помощь и предоставить максимум той информации, которой владеем сами. На этом у меня все. Всего доброго. Спасибо большое. Всем до свидания. Хорошего дня. Спасибо.